Привет! Сегодня хотелось бы вспомнить о производстве фильма, который на пике своей славы собирали трое граждан, напрочь потерявших берега. Из-за чего и без того внушительный бюджет ленты в итоге улетел к какой-то совсем уж неадекватной цифре. Такое очень часто случается с гражданами, добившимися успеха. И в Голливуде подобных товарищей всегда было великое множество. Карьеры многих из них рушились как раз из-за слишком большой веры в свою звезду. После выхода в кинотеатрах трилогии «Пираты Карибского моря» режиссер Гор Вербинский стал одним из самых известных режиссеров Голливуда. Перед постановщиком открылись все двери, и на любой его проект студии готовы были выделить сотни миллионов долларов. Первым проектом режиссера после «Пиратов Карибского моря» стал анимационный фильм «Ранга». Обошедшийся в 135 миллионов долларов мультфильм большим хитом проката не стал, но критики и зрители были в восторге. Так что по итогам года «Ранга» довольно предсказуемо получил премию «Оскар» за лучший анимационный фильм. А вот дальше случился «Одинокий рейнджер». В начале нулевых проект разрабатывался на студии Sony. Предполагалось, что режиссером «Одинокого рейнджера» станет Джонатан Мостол, ответственный за фильмы «Терминатор 3» и «Авария». Персонаж Тонта должен был стать женщиной, а фильм сделан в стиле маски Зорро. Студия выделяла на съемки 70 миллионов долларов. Но сценарий Дэвида Пипплс и Джанет Пипплс, принимавших участие в работе над сценарием «12 обезьян» Терри Гиллиама, по каким-то причинам студию не устроил. И после того, как спешно нанятая для исправления Лето Калагридис с поставленной задачей не справилась, студия Sony отказалась от постановки ленты. Возможно, проект так и лежал бы на дальней полке до наших дней. Но освободившийся от ранга Гор Вербинский вспомнил о том, что когда-то в детстве ему очень нравился сериал «Одинокий рейнджер». Проект выходил с 1949 по 1956 год и получил 5 сезонов. Желание звездного режиссера снять полнометражное кино на этой теме заставило студию Дисней быстро перекупить права на «Одинокого рейнджера» и запустить производство картины. К проекту быстро присоединились Джонни Депп и продюсер Джерри Брукхаймер, с которыми Вербинский отлично сработался на «Пиратах Карибского моря». Сценарий, который предполагал затраты в районе 70 миллионов, быстро выкинули, даже на него не взглянув. Ибо 70 миллионов – это слишком смешные деньги для столь влиятельных господ. На самом деле, полный отказ от сценария, схожего по стилю с маской Зора, довольно забавен. Ведь первых «Пиратов Карибского моря» когда-то создавали именно как сплав маски Зора и мумии. Видимо, Гор Вербинский и Джерри Брукхаймер рассчитывали, что Терри Росио и Тед Элиот, которых пригласили работать над новым скриптом, выдадут что-то такое же, только масштабнее. Ибо именно Росио и Элиот выдали Вербинский и Брукхаймеру «Пиратов Карибского моря» в 2003 году. А в 1998 году они написали и ту самую маску Зорро. Ни в какие рамки авторов не загоняли. Так что их сценарий превратил «Одинокого рейнджера» в разухабистый блокбастер, производство которого оценивалось в 250-270 миллионов долларов. Здесь уже возмутилась студия Дисней. Подобные затраты не входили в планы кинокомпании. И творцов попросили немного поумерить аппетиты. Сценарий пошли переписывать, и из него пропала большая часть фэнтези. Вроде нападений толпы оборотней, зомби апокалипсиса и всего подобного. Сократить скрипт еще сильнее не получалось. Так что Гор Вербинский, Джерри Брукхаймер, Джонни Депп и присоединившийся к касту «Арми Хаммер» пошли на сокращение своих гонораров. Для Джонни Деппа сокращение означало, что вместо 25 миллионов долларов, которые он хотел получить за роль Тонта, он согласился получить стандартные для себя в те времена 20 миллионов. Предполагалось, что это позволит ленте уложиться в 170-175 миллионов. Однако существенный перерасход средств все равно произошел. К примеру, Гору Вербинске не понравился ни один из предложенных студий городков Дикого Запада для съемок. Все они были какими-то ненастоящими. Пришлось посреди пустыни возвести абсолютно новый город. Потом Вербинский решил, что компьютерные паровозы – это слишком нереалистично. И инженерам пришлось построить настоящие паровозы, после чего создать для них и разветвленную железнодорожную линию в несколько километров. Построили, кстати, не просто макеты, а именно настоящие поезда 19 века. Все это раздуло и без того внушительный бюджет ленты до 220 миллионов долларов, сделав «Одинокого Рейнджера» одним из самых дорогих фильмов 2013 года. Так как съемочный процесс фильма проходил не очень гладко, а о гигантских затратах на производство быстро стало известно журналистам, «Одинокому Рейнджеру» пошли уделять много времени в прессе. А после провала в 2012 году фильма «Джон Картер», который для студии Дисней стал крупнейшим в истории, «Одинокого Рейнджера» пошли старательно с ним сравнивать. После премьеры в кинотеатрах именно на этот нюанс будут больше всего ругаться Джонни Депп, Джерри Брухаймер, Гор Вербинский и Арми Хаммер. По их словам, журналисты раздули негативную атмосферу вокруг фильма еще до выхода его в прокат. А когда он вышел, большая часть критических рецензий заостряла внимание не на качестве фильма, а на его гигантском бюджете и проблемах на съемках. Джонни Депп в одном из интервью выразил уверенность в том, что большинство рецензий критиков были написаны за несколько месяцев до выхода «Одинокого Рейнджера» в кинотеатрах. По его словам, многие критики один в один повторяли свои высказывания, касающиеся Джона Картера. Мол, кто-то из оленей даже не стал менять методички. Как бы то ни было, попав на большие экраны, лента с бюджетом в 215 миллионов долларов освоила в прокате лишь 260 миллионов. По сообщениям различных инсайдеров, потери Дисней на «Одиноком Рейнджере» составили от 100 до 150 миллионов долларов. Разъярённая из-за раздутого бюджета студия Дисней сразу же после фильма разорвала многолетний контракт с продюсером Джерри Брукхаймером. После чего иметь с ним дело ей пришлось только на продолжение «Пиратов Карибского моря», часть прав на которых принадлежит продюсеру. В остальном же карьера Брукхаймера резко ушла под откос. И он окопался в сериалах различного качества и фильмах вроде «Гемини». И здесь «Мышиный дом» сложно в чём-то обвинить, как оно сейчас модно. За пару лет до «Одинокого Рейнджера» посредственно в прокате выступил «Принц Персии». И с треском провалился ученик-чародея, который тоже вёл Брукхаймер и который аналогично Рейнджеру не удалось удержать в рамках запланированных бюджетов. А после них ещё и четвёртая часть «Пиратов» выступила в прокате хуже ожидаемого. И получила посредственные оценки от прессы и зрителя. Сейчас Джерри делает то, что обычно делают все граждане, растерявшие былую славу. Возвращается к своим старым хитам. И в плане кассы возвращается очень успешно. Третьи плохие парни отлично выступили в кинотеатрах. Брукхаймер, всегда открыто насмехавшийся над отрицательными рецензиями критиков, до сих пор утверждает, что время всё расставит по своим местам. И «Одинокий Рейнджер» когда-нибудь станет классикой по типу «Бегущего по лезвию». Провал «Одинокого Рейнджера» нанёс удары по карьере Джонни Деппа. Схожий с «Рейнджером» гонорар он получил только за превосходство, на которое подписался ещё во время работ над вестерном. Сильнее же всего пострадал Гор Вербинский. Если до «Одинокого Рейнджера» его забрасывали различными сценариями, и студии выстраивались у его дверей в очередь, то после столь оглушительного провала с работой режиссёра стало туго. Через 4 года после выхода «Рейнджера» он взялся за постановку небольшого триллера «Лекарство от здоровья». Но удача окончательно отвернулась от режиссёра, и при бюджете в 40 миллионов долларов лекарство освоило в кинотеатрах лишь 26. Сейчас ходят слухи, что Гор Вербинский может вернуться к постановке следующих «Пиратов Карибского моря», которые будут или перезапуском, или каким-то ответвлением от основной серии с женщиной в главной роли. Но официальных заявлений по поводу участия в Вербинске пока нет. В 2014 году глава Дисней на встрече с журналистами признался, что минимизировать потери студии на фильме «Одинокий рейнджер» за счёт продаж прав на телевидении или выходе на носителях не удалось. Спасибо за внимание, подписывайтесь и оставайтесь на связи.